Ну, наверное, точно нужно купить казаки, это очень модно, и мужчинам, и женщинам. Наверное, нужно купить что-то в очень широкую полоску. И насколько возможно, максимально выглядеть легко. Это то есть не подбирать идеально подходящие вещи друг к другу. Чем больше диссонанс, тем это больше границ. Ну, мы не берем вечерние мероприятия. Вечер — это немножко другое, там можно наряжаться, быть женственной, красивой, элегантной. А вот днем нужно выглядеть немного расслаблено. Это достигается за счет сочетания абсолютно несочетаемых вещей. Казаки с платьем, кроссовки с платьем и так далее. Это самая большая проблема. Люди, женщины особенно после 40, начинают делить. Считают, что все, что диктует мода, это все для молодежи. На самом деле абсолютно нет. И я готов поспорить и готов взять любую женщину, которая 50, и надеть на нее ботинки грубые, раскрешенную юбку, толстовку, объемное пальто. И она будет выглядеть очень круто, по-европейски модно. Дело в том, что нельзя стареть. Просто нельзя стареть никогда и ни за что. Не делить себя до, я до зрелого возраста. И я после зрелого возраста. Я уже дама. Если вы сказали себе, что я взрослая дама, то, конечно, все, что предлагает сегодняшняя мода, вы, конечно, будете считать, что это не для вас. Я с удовольствием на это смотрю по одной простой причине. Слишком рафинированные стали люди. Вообще в целом мода, показы, коммерция, журналы, все диктуют карамельную картинку. Уродовать себя, уродовать, ну, это дилетант бы так сказал, что это уродует. На самом деле, это другая форма упаковки человека. Это очень круто показывает, насколько сегодня все приземленно. Насколько времена гламура, люкса, меха цветного, уложенных волос, что все это кануло, что это все прошлый век. Сегодня, чем интереснее вы выглядите, чем больше вы обращаете на себя внимание формой, именно плечи, объем, бесполое. Мужчина, женщина очень иногда сложно понять. И именно это мне очень импонирует, потому что это мода 90-х, это свобода, и это дает возможность и мужчине, и женщине быть некрасивым в понимании миллиарда людей. Хотя, в общем-то, я там 25 лет, и уже 27 как парикмахер, и я, в общем-то, должен обращать внимание на волосы, но в целом силуэт, правильный ли силуэт, правильный в моем понимании. Он, ну, как бы, интересный ли силуэт у человека. Это, наверное, самое главное. И остальное, правильно ли, соответствуют ли волосы внешнему виду. Потому что очень многие женщины, покупая себе модные платья, актуальные в этом сезоне, продолжают носить прическу 1984 года. И считают, что они круто выглядят. А именно вот этот диссонанс и ломает все, и дает понимание, что женщина отстала от моды. Соответственно, наверное, в первую очередь, все-таки силуэт именно вот одежды. Это распродажа себя модного, красивого, знающего, понимающего, продвинутого. Есть люди, которые умеют носить дорогие вещи так, что эти вещи не кричат. А есть обратное, когда люди покупают дорогие вещи для того, чтобы крикнуть очень сильно и громко. Соответственно, вот вторую категорию, я к этой категории очень аккуратно отношусь, потому что это, как правило, бедный дух, скажем так. Потому что как только я захожу на мероприятие и вижу девушку, у которой невероятно красивая юбка, куртка, жикет, сумка, сапоги, и она при этом стоит и всем своим поведением показывает, что вы вокруг все гэ, а я здесь королева, вот эти люди для меня некрасивые. Я считаю, что она проиграла, просто так потратила деньги. Когда люди умеют состояться, позволить себе Вейтмен, Баленсиагу, Гошу Рубчинского, я не знаю, там, Марни и все остальное, и при этом легкие, мягкие, свободные и не кричат вокруг, и никому ничего не доказывают, вот здесь для меня фэшн, стиль, порода, красота, достаток и все остальное. Другие мнения стилистов, толкование трендов на нашем YouTube-канале Beauty Time. Подписывайтесь, смотрите, оставляйте комментарии.